Здравствуйте! В эфире программа «Эксперт Плюс» и я ее ведущий, общественный деятель, руководитель Ассоциации «Опора» Святослав Данилов. Сегодня в эфире «Города Плюс» мы обсудим стартовавший в городе конкурс «Открытый Петербург». У нас в гостях Ольга Казанская, заместитель директора Северо-Западного института управления Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Ольга, здравствуйте! Здравствуйте! Ольга, расскажите подробнее, пожалуйста, что это за конкурс «Открытый Петербург», о чем он, для чего он? 1 апреля Северо-Западный институт управления Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации анонсировал новый проект. Это интернет-проект, который носит название «Открытый Петербург». Мы являемся не только учредителем, но и оператором этого проекта. Хотела бы особо подчеркнуть, что этот проект поддерживается двумя субъектами, ради которых он, собственно говоря, и реализован. Это Ленинградская область и город Санкт-Петербург. Мы долго шли к этому проекту. Буквально пару слов о предыстории. Наверняка многие горожане хорошо знакомы с проектом «Петербургский чиновник», который стартовал уже 7 лет назад. За это время больше миллиона человек проголосовало за того или иного чиновника, чью деятельность оценивали. Кстати говоря, оценивалась деятельность более 200 чиновников. 40 из них в конечном итоге стали номинантами. И вы знаете, некоторые из чиновников, это, кстати, слово о нелюбви к чиновникам, некоторые номинировались по несколько раз и даже несколько раз выходили победителями. Но со временем мы все-таки поняли, что любая управленческая работа – это очень командная работа. И замечательно, когда ты оцениваешь отдельно взятого чиновника, но, наверное, о результате деятельности только этого чиновника, говорить вряд ли нужно. Лучше, конечно, говорить о результате деятельности команды в целом. Так и возникла наша идея пытаться оценивать не только отдельно взятых чиновников, но и оценивать управленческие команды. Вот, собственно говоря, этому и посвящен наш новый проект «Открытый Петербург». Ну, кстати, у нас есть небольшой ролик. Давайте, наверное, посмотрим более наглядно, о чем же проект. В северной столице стартует новый интернет-проект «Открытый Петербург». Его цель – оценить качество жизни в районах города и муниципальных образованиях области. На сайте открытыйпетербург.рф участники проекта смогут дать оценку по восьми критериям – экология, благоустройство, доступность образования, здравоохранение, ЖКХ, транспортная инфраструктура, безопасность и организация досуга. Станет доступен сервис обратной связи. Он позволит жителям оставлять свои предложения и инициативы. Кроме того, на платформе «Открытый Петербург» можно будет познакомиться с деятельностью администрации, прочитать интересные факты об истории современной жизни районов и муниципальных образований, а также сравнить их в текущие рейтинги. Очень интересно и амбициозно. А скажите, пожалуйста, как люди будут узнавать об этом конкурсе, как вообще идет вовлечение населения в оценки вот этих вот районов? Вы знаете, с одной стороны, когда мы 1 апреля анонсировали этот конкурс на пресс-конференции и Тартас Северо-Запад, эта информация уже была широко разрекламирована самыми разнообразными средствами массовой информации, чем, наверное, мы будем заниматься и впредь. В то же самое время, безусловно, вообще есть целый ряд каналов получения информации нашими жителями, помимо печатных СМИ. Ими мы тоже очень активно пользуемся. Поэтому в конечном итоге любой гражданин нашего города, зайдя на сайт «Открытый Петербург.РФ», естественно, зарегистрировавшись, получит доступ к всем тем возможностям, которые сейчас были продемонстрированы. Еще раз повторю, это возможность по восьми различным направлениям оценить деятельность своего муниципального округа или своего района. А хотел бы отметить, что в настоящее время в этом проекте будет участвовать 18 районов и 111 муниципальных образований города Санкт-Петербурга и один городской округ, 17 муниципальных районов и 199 поселений Ленинградской области. Ну, кстати, вот интересно, конкурс уже чуть больше двух недель, насколько я понимаю. Есть уже какие-то цифры? Может быть, сколько ты приняла участие граждан? Какие-то оценки уже первые? Вы знаете, мы не хотели бы подводить первые оценки, потому что, безусловно, вообще это пока еще не отражение картины в целом. Но можно сказать, что граждане очень активно стали голосовать на сайте «Открытый Петербург.РФ». Что нас удивило больше всего, наиболее активно жители, в первую очередь, Ленинградской области. Из более чем 600 проголосовавших, две трети это как раз жители Ленинградской области, а одна треть это жители Санкт-Петербурга. Но это только-только самое начало. Мы, безусловно, рассчитываем на принципиально другую активность. Я думаю, что, возвращаясь к вашему вопросу о результатах, я думаю, что первые результаты мы подведем к 12 июня. Вы помните, это День России. И для нас это будет замечательный повод поговорить о том, какие граждане видят достижения в деятельности муниципальных и районных чиновников, какие, может быть, они видят проблемы, какие у них есть предложения. Ну и кроме того, мы планируем, что как раз к 24 июня в ходе конференции, форума международного, который проводит Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы под названием Государственное Управление, мы сможем управленческие команды, которые вырвались вперед, показали лучшие результаты, уже отметить и наградить. — Смотрите, Ольга, раз мы так коснулись Ленинградской области, я же являюсь жителем Ленинградской области, вот на моем опыте есть такой пример. На одних из федеральных выборов, помимо самого выборного процесса, происходила, скажем так, оценка инициатив благоустройства местной территории. Каждый житель мог прийти и опустить свой голос за тот или иной проект благоустройства. В принципе, инициатива очень интересная, несколько похожа с тем, что вы делаете. К сожалению, там прошло несколько лет, и на данный момент ни одна из инициатив, за которые мы не голосовали, не реализована. Быть может быть, это все впереди, но тем не менее. Вот скажите, пожалуйста, как у вас предусмотрена дальнейшая оценка итогов проекта, реализация каких-то решений проблем граждан? Что получится в итоге? Не получится ли так, что все, что люди выявят, вам расскажут, куда-то в долгий ящик уйдет и не будет реализовано? Вы знаете, если можно, я чуть-чуть издалека отвечу на ваш вопрос. В последнее время существует целый ряд инициатив, направленных на развитие местного самоуправления, в том числе и та, о которой вы упомянули сейчас. Вряд ли все они успешны, потому что это зависит от огромного количества вещей. Но я могу привести примеры очень успешных инициатив в области местного самоуправления. Это, например, такая вещь сейчас очень популярная, как партиципаторное бюджетирование. Когда именно сами жители принимают решения в рамках выделенного финансирования, что для них является приоритетом. Кстати говоря, это традиционная практика во всех городах мира, где существует развитое самоуправление. Мы в этой части, может быть, делаем пока только первые шаги. Вне всякого сомнения, та информация, которая будет получена через наш портал, она будет передаваться в соответствующие органы государственной власти. И, конечно, мы рассчитываем на то, что будет очень сильная обратная связь. Почему мы так уверены? Потому что, конечно, мы предполагаем периодически информировать общественность, наших жителей в первую очередь, о том, каким образом их инициативы были восприняты в органах исполнительной либо законодательной власти. Очень здорово. Я надеюсь, что так все и получится. Ну и последний короткий вопрос. По конкурсу «Петербургский чиновник». Расскажите, пожалуйста, итоги прошедших конкурсов. Может быть, есть какие-то примеры, когда чиновник, победивший, стал работать еще лучше и теперь многократный призер этого конкурса. Какова судьба претендентов прошлых лет? Вы знаете, как всегда, судьба разная. Потому что, безусловно, когда мы говорим о 40 победителях, это живые конкретные люди. Кто-то принял решение сменить место работы, кто-то, наоборот, сделал потрясающую карьеру. Ну, вы знаете, я хотела бы отметить буквально несколько фамилий. Ну, всем известный, особенно старшему поколению в нашем городе, представитель комитета по труду и социальной защите Александр Николаевич Рожененков. У него высочайший рейтинг и среди своих коллег, и, безусловно, среди жителей нашего города. Да. Поэтому мне кажется, что задача не только подстегнуть чиновника на какие-то новые свершения. Мне кажется, задача этого конкурса была еще и сказать слова благодарности людям, которые чрезвычайно многое делают для нашего города. Вы знаете, мы почему-то привыкли вообще, потому что слово чиновник в последнее время носит немножко такой уничижительный характер. Да. И вот этот конкурс как раз показывает другое, что у нас очень много достойных людей, которые достойны похвалы, которые, если хотите, достойны подражания, потому что то, что они делают, делают, в общем, далеко не все. И все это позволяет говорить, что все-таки у нас очень хороший, сформировавшийся класс чиновничества. Ну что же, Ольга, спасибо огромное, что пришли к нам сегодня в эфир. А нашим зрителям я напомню, что в эфире программы «Эксперт Плюс» была Ольга Казанская, заместитель директора Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. До скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»